Триугольник перголья Эгглера получается следующим образом. Начинаем с единицы. Следующая строка 1,0. Следующая 0,1,1. Пока не уж у меня как же это получается. А вот давайте я покажу, как у меня случайное место. Вот, это случайно. Отвяжемся. Это число равняется сумме чисел предыдущей строки, которые слева равняют. Это 16, вот это 16, это 16, 46, это 14, 16, 16, 56, это 10, 14, 16, 16 и так далее. Так вот, это правило работает все время. Единственное, переход к следующей строке, правый и левый меняются. Ну, давайте с самого верха начнем. Проверьте, по этому правилу весь угольник заполняется. Продолжение следует... Правда, не очень понятно, зачем он нам нужен. Оказывается, эти числа имеют очень простой и безообразный смысл, с которым я сейчас буду объясняю. И они имеют замечательный смысл в математическом анализе. Если вы, так называемый, ряд маклорина, или то же самое, ряд дейл на 0, разлагаете такую функцию, то есть, что тангенс плюс химинца, делить на косинус. Оказывается, что перед х степенью будет коэффициент зерденная, делить на этот диал. Где зерденная, это вот как раз крайне в ремной строке, ну, естественно, если мы считаем вот эту строчку нулевой, эту первую, эту вторую, крайнее число. То есть, видите, 61 делим на 6 фатериалов, 272 делим на 7 фатериалов, 16 делим на 5 фатериалов и так далее. Что вам сейчас нужно доказать? Ну, во-первых, надо объяснить комбинатору смысл, конечно. А во-вторых, доказать вот это. Для того, чтобы это сделать, мы воспользуемся конфиденциальным проблемами. Оно возникнет во время изучения вот этих же тактей, что такое змея. Я думаю, что такое деление, которое начинается где-то там, в минуту, происходит часто на 5 фатериалах, в ярмозах на 7 фатериале, и 3 фэм, где мы в метро этого желаем – все фэм… на 9 Когда мы развиваемся сelim, gdy мы уже ищем – есть ли preparedness – 율ом сп Gur distraction? И вот когда мы смотрим на какие-то соты, как эти соты действительно в том, что располагаются, вот это и есть наша картинка. То есть, смотрите, если вообще нет экстремума, то это такая вот линия, что она началась с бесконечностью, вот там, тюрьмы. По сути, это единственная картинка. Если один экстремум, то то же самое, может быть, единственная картинка, мы уже идем туда. Кстати, вот это то, что правый ер все время меняется, происходит именно из-за того, что в зависимости от черности количества экстремумов у нас или пойдет вверх, или пойдет вниз. Вот теперь два экстремума, картинка, может быть, единственная, потому что это, конечно, будет выше. А мы здесь уже этого варианта. И вы видите, что вот это соответствует такой ситуации 0.1.1. Что мы сейчас должны сделать? Мы должны нарисовать следующую источку. То есть, вот нам нужно понять, что это за числа, и почему они, вот таким образом, у нас связаны с предыдущими эстракурами. Это совсем не сложно. Для этого нужно все больше понимать, что самое правое экстремум может находиться на разных высотах. Вот давайте я сейчас нарисую какую-нибудь, я прикрою, с вот этого три, а сейчас и с четырьмя экстремумами. Раз, два, три, четыре. И раз. Вот, как видите, быть ниже всех, он вполне может. Быть ниже всех, он вполне может. И это соответствует вот этому числу, которое равно сумме всех числов. Почему? Потому что мы берем обе эти картинки и дальше просто вот уводим эту линию ниже к ним всех и принимаем их. Все просто. Сумма всех. Но, теперь вопрос, а может ли он быть выше? Ну, скажем, выше вот этого, он, конечно, не может быть. А вот это, выше этого, или выше этого, он может быть. Давайте посмотрим на эти ситуации. То есть, вот, до этого места я не знаю, как там на себя идет. А сейчас давайте посмотрим, что здесь вот тут я управляю. И представьте себе, что он у меня оказался ниже вот этого, но выше этого. Вот на таком уровне. Ну, вот на таком уровне. Каждый картингер за три можно добавить, чтобы четвертый экстрем был между первым и вторым. Можно? Можно. Можно. Слично. Хорошо. А теперь другая ситуация. Когда он выше этого, давайте я попадаю еще на втором шоке. Такая картинка может быть только у одной. Там, где третий экстремум выше, чем первый. Там, где третий выше, чем первый. То есть, вот в этом. Так? А здесь, если я пытался правильно сделать то, что вдруг, я бы здесь и пошел вверх, и эта точка не смогла показаться здесь. Так? Ну, господа, собственно, все. Вот дальше нужно просто рисовать картинки. И увидеть, что ровно таким образом у нас все и получается. В зависимости от того, каким получение, каким-то у нас статья является последним экстремумом, мы можем брать либо все предыдущие картинки, либо только часть их. КОНЕЦ 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 Итак, скажу, 61 – это сумма всех чисел вот этой страницы. Там 272 сумма всех чисел вот этой страницы. Но есть и другой способ. Вот смотрите, когда у нас с вами… Да хотя бы это число 51. Какому количеству оно вам соответствует? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас должно быть 6 экстремумов. Я, конечно, не знаю, пока мне нужно с собой согласиться. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но я могу сделать так, что я могу вот в этом месте опустить этот экстрем глубоко, глубоко, глубоко влезть. Просто вот совсем-совсем влезть. И в нет в этом смысле, в принципе же самый низкий есть. Я, правда, не знаю, здесь или здесь, поэтому придется выбирать три случая. Но вот в предположении, что он самый низкий, я могу так написать, и фактически получились у меня две страницы. В одной из них один экстремум, в другой, раз, два, три, четыре экстремума. Отлично. Господа, сколько змей с одним? Вообще-то один. Сколько всех змей с четырьмя? Пять. С четырьмя пять. Да? Прекрасно. С четырьмя пять. Так, значит, если я один умножу на пять, то я получу количество такого типа коцинга. На самом деле я не получу. Потому что еще важно, как вот это соотносится с этими. Всего у нас раз, два, три, четыре, пять. Поэтому надо на самом деле умножить это на число сочетания из пяти уменьшить. Убираю, убираю, убираю. И наоборот смотрю сюда. Что будет у меня здесь, если этот самый цикл? Тогда получается три. Так, как сооружаю. А с тремя их сколько? Ну, два, да? Они у меня даже все присутствуют. С тремя. Это два. Хорошо. Хорошо. Так, а здесь сколько? А здесь два. Это один. А число сочетания из чего? У нас, смотрите, здесь надо понять, как два элемента отнесены по отношению к трех. То есть два выбратья, два низкая 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 низкая. Отлично. Число сочетания из пяти уменьшить. Хорошо. Возвращаемся на место. Что будет, если самый низкий круг в этом месте? Раз, два, три, четыре, пять. Так, три пяти. Сколько? Шестнадцать. Шестнадцать. Возвращаемся. Шестнадцать. Здесь идти. Понятно. И число сочетания из каких? Ну, вообще-то здесь пяти уменьшим. Вот. Сочетания. Пяти уменьшим. Нет. Это не уже без системы, на самом деле, диалога. Наверное, надо было здесь написать пяти по три. А здесь написать пяти по пяти. Он чистый ценный, тем самым. Но он так красивый. Теперь сочетания считаем. Пять, пять, двадцать пять. Два уменьшим на десять. Это двадцать. И еще шестнадцать. И учили то самое число, что все эти. Господа. У нас получилась регулентная формула. В чем-то даже более быстрая. То есть мы здесь используем не все числа, а чуть меньше, но зато используем число сочетания. Так. Единственный вопрос. Здесь вот стоят ничелые числа. И это не случайно. Это потому что мы смотрели только на минимум. Вообще-то ровно такую формулу можно было получить для максимумов. Для максимумов. Ну, для максимумов надо на самом деле просто поменять их местами. То есть сначала шестнадцать на один, потому что когда мы уничтожаем самый левый максимум, мы получаем... А, а в этом случае просто зачетность. По сути, это тоже самое. Вот. Ну, да. В последнюю удачу надо выбирать мне шесть и семь. Там надо бы чуть-чуть по другому. В общем, господа, долго не было такое. Но, если вы не можем подумайте, то вы поймете, что мы только же доказание с вами означает безумов. Z. N. Это есть сумма. Только я не хочу отдельно смотреть. Либо писать форму для черных, либо писать форму для нечетных. Я лучше так обе эти формы сложу. Тогда я думаю, два. Здесь число сочетания из N в UK. Здесь ZKD умножить на ZN-K. Почему? Этой формулы недостаточно для казахистов для этих значений теремензаназов. А потому что, как говорится в кандидатуре, я сейчас перейду к вам производящей функции. Давайте мы ее просто-напросто запишем. Что это такое? И подумаем, что же означает вот это вот равенство на языке происходящих функций. Что надо сделать с функцией, чтобы получилась такая штучка? ZKD умножить на ZN-KD. Заключим на ZN-KD никак Sorum Yes sir. В квадратической disney. Ты嗎? Да, конечно. Давайте смотрим, что он ездит. Представляю, что нужно написать. Ну я не остановился. train ng простоиня здесь написано N. Давайте говорим, что здесь пишу k. Это же все равно на повязательной сумме. Здесь и пешука, и здесь тоже пешук. Прекрасно. И еще эту пешкутную самую функцию, которая была через какое-то объемное. Заделенное из племени, то есть региональных факторов по всему. Так что никогда квадрат функции, то есть F, F, X, умножить на F, X. И тут есть сумма, взятая по всему неотвенциативному числу K и M, Z, K, D, умножить на Z, M, N, разделить на K в материал, на F в материал. Да, вот здесь это будет поменять. Так вот, X в степени K плюс M. А дальше все очень просто. мы K плюс M назначаем много букв. И тогда получается, что вот эта самая новая буква, у нас больше равна N. А число K пробегает значение от 0 до N. А здесь написано, Z, K, Z, N, M минус KT, X в степени M, разделить на K в материал, M минус K в материал. Это уже очень похоже на то, что у нас здесь было написано. И смотрите, а что такое? Это надо было N в материал, то есть видимо K в материал, M минус K в материал. то есть если я сейчас здесь в числителе напишу N в материал, и в знаменателе напишу N в материал, то вот такая вот сумма, да, вот такая вот сумма, Z, N плюс 1. Пожалуй, я уже все перепишу. Написали. F в квадрате, это сумма, 2, Z, N плюс 1, указывает это здесь, замену на Z, N плюс 1. Он нужен для эксперимента, для меня этот материал. Эксперимент для меня этот материал, это тоже самое, что производная 1, Z, N плюс 1, для меня этот материал. Все замечательно, получается, что у меня нет работы. Если вы пишите, в принципе, это дополнение, то никакого антиза, никакого единственного осимуса, в котором вы себе казали, не получите. Вот честное слово, не получите. Значит, где-то мы ошиблись. Если внимание просмотрится на все-все-все-все-все, то дорожите, что не верно платформы. Вернее, почти верно. Она не юна. Она не юна, когда N равно 0. Смотрите, если N равно 0, здесь у нас 0 это наряду, то субьем. Если это не любое, а вы умеете, то за это не любое, это не ждать и что сочетание, некоторые люди тоже это и. А здесь стоит фомика. Понимаете? Это понятно. Почему? Потому что когда у нас отдельно считали поочетным, по нечетным, то надо было, чтобы он существовал. Поэтому, как только есть у нас хотя бы два, максимум минимум, то уже можно считать. Вот Z второе, если вы напишете, то там будет все хорошо. А вот для n равную именно эта форма. Надо ее дошить вот на единицу. Поэтому поступаем как всегда в физике. Знаете, вот сюда ставим печальник на низу, кроме n равную. А здесь просто начитаем на единицу. Здесь прочитаем на единицу, здесь прочитаем на единицу. Господа, мы получили отличательное фенциальное уравнение. 2 df по dx равняется единица плюс f в квадрате. Тактальное уравнение с определяющимися переменами. То есть 2 df разделить на 1 плюс f в квадрате. Те, кто не знают, что это такое, ну, в общем, из этого моего видео это узнать невозможно. Просто надо идти в курс математического анализа. И с самого начала, когда, как я скажу, это дифференциальное уравнение, там обязательно эту тему проходят. Ну, что такое интеграл? Надо взять здесь интеграл, конечно, да. Интеграл от df разделить на 1 плюс f в квадрате. Итак, х. Что такое интеграл от dx? Это х плюс констант. Значит, мы можем с вами писать другую вещь. Что арк тангенс f это и есть х в квадрате плюс какая-то констант. То есть f от x это единственное. Надо понять, как у нас здесь значатые значения. По нашей формуле, если вместо x отставишь 0, то должна быть единица. Значит, чтобы здесь была у нас единица, когда подставляешь 0, то здесь должно быть единички. Очень хорошо. Что же это такое? Это тангенс f в квадрате плюс 1 разделить на единицу минус тангенс f в квадрате. Осталось доказать теореметрическое должность в квадрате. Что, если возьмете единица 3 на косинус. И прибавить к этому тангенс, это, кстати, то же самое, что с синусом единица на косинус. То будет такое должность в квадрате. Один из способов такой. Там можно на левую часть вот этого равенства на косинус в квадрате. Так как в числе будет синус в квадрате плюс косинус. А внизу будет косинус в квадрате плюс косинус в квадрате плюс косинус в квадрате. Эд夏на или терминус в квадрате плюс косинус в квадрате плюс косинус в квадрате плюс косинусatal косинус косинус в квадрате плюс косинус. где t – это тот самый танк из этих полков. Так, с вами универсальная диагностическая дистанция. Смотрите, если ее сделать, то у нас как раз все получится. Почему? Потому что здесь t – 1,1 – n, t – 1,1 – n. А здесь что будет? Единицы 3 на космус – это 1 плюс t квадрат к 1 – 2 квадрат. И sinus 3 на космус – это 2t делить на 1 – 2 квадрат. Ну, не помечай. Осталось заметить, что 1 плюс t квадрат плюс 2t – это 1 плюс t квадрат. а в минус стоит 1 минус, то есть 1 минус, то нужно 1 минус, сокращаем на 1 минус и получаем чудоватый. По сути, эти два расстояния более-менее одно и то же, в лучшем из квадрата, в любом случае, вы считаете. Обратите, пожалуйста, внимание, вот эта функция не черная, эта функция черная. То есть, таково равна половина, вот эта единица, х квадрат пополам, вот эта вот 5х4 делить на 24, вот это и так далее. Там, где черные степени, соответствуют единице, делить на косинус. А оставшиеся вот эти вот х, 2х19, 15-й, старые делить на 120, 207, 2х7 делить на 26-го и так далее, я могу не черные показатели, соответствую тенденцию. Так что, в ней минусы все это две формы. Одна для нечетных показательных степени там танцы, другая для черных, там единица, деленная на косинус.